30 марта тренер футбольного клуба Дзина Сил-Ламяя Константин Карин отметил юбилей 50 лет. Многие жители города Сил-Ламяя и региона Идавирума лично знакомы с Константином, как с футболистом, тренером, да и просто хорошим человеком. Сегодня команда ЕСНТВ встретилась в студии с именинником, поздравили его с праздником и вспомнили самые яркие моменты спортивной жизни. Константин, расскажите, пожалуйста, о себе, где учились, как вы пришли в спорт и как развивается ваша спортивная карьера. Добрый день, уважаемые жители нашего города, дети, родители. Во-первых, немножко о себе, да, можно там кратко, быстренько. Как я сам называю, коренной житель города, все-таки родился здесь, всю жизнь живу. Был юбилей, 50 лет, поэтому считаю, что я уже настоящий житель этого города. В спорт я пришел в футбол конкретно, в 7 лет, как сейчас помню, привел меня брат, он занимался у Михаила Васильевича Мухина, такой знаменитый тренер наш из города Рыбинска, насколько я помню, он приехал сюда, у него занимался. И я уже, смотря на брата, тоже заинтересовался этим видом спорта и пробовал себя уже в футболе. С тех пор, вот с 7 лет, считайте, до 50, я в футболе до сих пор передаю свое мастерство, уже пытаюсь своим детям. Учился, здесь я закончил школу и не связывал, честно говоря, сначала свою футбольную деятельность, ну, с дальнейшим профессионально, потому что мы были все-таки в составе, да, страны большой, и поэтому у нас такого не было профессионального спорта, как сейчас. Но в 16 лет я уже начал играть за футбольный клуб «Калев». Вот, Петров был такой тренер у нас, тоже известный, у него играл. И в 17 лет, это получается где-то у нас, что, 1990 год, да, меня позвали на «Рва Транс». Он вышел в высшую лигу, и я уже перешел в футбольный клуб «Нарва Транс». Профессионально начал заниматься футболом. То есть с 17 лет я занимаюсь футболом. Да, про первого тренера немножко можно и расскажу, да, все-таки это, я считаю, как и сейчас сам я тренирую детей, да, я понимаю, что это очень важно для ребенка, кто тебя тренирует, первый тренер, и как они меня ласково называют, вы наш второй отец, многие у меня. Поэтому я где-то согласен с этим, потому что все-таки я с ними много проживаю, на тренировках, турнирах, поездки, сборы, да, лагеря какие-то. Все мы вместе растем, вот вчера было так приятно, что пришли, поздравили, там, я даже не ожидал меня, первые воспитанники, которые мы группу с Колей набрали. По порядку, Михаил Васильевич Мухин, я думаю, что все-таки благодаря ему, я всегда говорю, я из-за игры в футбол полюбил так сильно, и привил любовь мне именно к тренерской деятельности. Видимо, я тогда уже подпутно и дальше вспоминаю, я очень хотел тренировать вообще, но в основном детей. Все-таки взрослый футбол – это другой вид спорта, ну не вид спорта, а другая направленность. Одесский футбол, именно тренерская деятельность, ну и вообще любая, да, тренера нам скажут, это интересно, когда приходит тебе маленький ребенок, да, 4 года, и ты вот начинаешь с ним общаться, узнавать, знакомиться, дальше смотреть, как он растет. Вот, очень интересно, конечно. Вот, и Михаил Васильевич, конечно, он обладает таким вот чувством, тактом, понимаете, добротой. Мог, конечно, и сказать, конечно, когда надо такое словцо, но это не в сердцах, не со злости, а именно и с позитивом, с добротой, чтобы ты понял, что, ну вот, надо так сделать, не поступать, дисциплинировать. Потому что, я себе рассказываю, был такой момент, у нас хорошая, у нас игра была, раньше же нет мобильных телефонов, да, не было ничего, и мы там, три друга у нас, три футболиста, и мы опоздали на игру. Вот, мы приходим, мы перепутали время, думали, за час до игры приходим, а уже игра идет. И тогда, конечно, Михаил Васильевич сказал все, что думает, именно обо мне, как именно ко мне обратился, и с тех пор, я вот, честно скажу, что я дисциплинирован стараюсь, сам не опаздывать, и детей приучаю, что все-таки дисциплина, и ответственность за партнеров, за команду, да и по жизни даже, за семью, это очень важно. Вот, и много мы с ним, конечно, вместе, так вот, я рос вместе с ним до конца, практически, карьеры своей, даже потом, он же нас тренировал на Ротранс какой-то сезон, он у нас был даже тренером, поэтому было легко с ним. Только добрые слова, честно, человеке, очень много воспитанников, я знаю, очень много играло, и высшей лиги его воспитанников, вот, поэтому, вот так. И дальше, по своей карьере, немножко футбольный, но, чтобы все-таки люди знали, да, многие знают меня и так, практически я отыграл сезонов 10 в высшей лиге, это за Ротранс все-таки основной мой работодатель футбольный. Мы выиграли Кубок Эстонии в 2001 году, конечно, значит, знаменательный такой был для Идавирума, я думаю, и для всего народского футбола именно, что первая победа такая знаковая была, конечно, супер вообще, конечно. Обыграли Флору, там по именам, конечно, если посмотреть, ну, просто там сборная Эстонии практически вся была на тот период. Вот, ну, был период, и в Таллинн я уехал на год, играть позвали, был чемпионом страны, стал, то есть, как бы, тоже такие эмоции незабываемые, очень важные в моей карьере, я считаю, все равно для любого футболиста, сколько бы тебе карьера не длилась, если ты что-то не выиграл, ну, осадок остается, понимаете, какой-то, что ты где-то не доиграл, не доработал. А так, все-таки, ну, я стал чемпионом, с Лантаной такой клуб был в Таллине, выиграл кубок страны престижный, участвовал во всех Еврокубках, поиграл, то есть, на уровне посмотрел, сравнил себя, вот. Ну, потом вернулся в родной клуб Кали в Силоме, да, который с руин, как говорится, начали возрождать, всем известный, да, Добежев Вадим Митрич, да, мы с ним до последнего очень тесно общались, конечно, очень тесно, скажу, даже были такие хорошие дружеские отношения, ну, даже и тренерские, и личные, очень много мы с ним беседовали, и встречались на поле, да, беседовали всегда, вот. И, конечно, благодаря ему, вот, Кали поднял из руин, ну, где-то я немножко помог, пришел все-таки с опытом своим, вот, отыграл до 38 лет, вот, посчитайте, вот, какая у меня карьера игровая, 16 лет, до 38, то есть, я считаю, что 22 года в футболе в большом, вот. Вот, и я так посчитал на досуге, ну, если взять еще, здесь учитывается, все-таки, когда Эстония отделилась, да, чемпионаты, а если взять еще, ну, что, вот, эстонский чемпионат, как я начинал высшей лиги в Советском Союзе, у меня получилось где-то 15 сезонов высшей лиги профессионально, вот, и подумайте. Это мало или много, я считаю, что это как, ну, шахтеры там у нас, потому что спортивный век, он короток, да, и очень тяжелая профессия, кто знает, кто занимается этим. Вот, закончил футболом, ну, и, соответственно, работал, работал, потому что надо семью кормить, ну, и вот, Николай Альбертович Тощев, с кем мы вместе тоже футбольный клуб «Юн» организовал, он президент, основатель, и мы с ним вместе тоже вместе играли вместе, и в «Нарватранс» вместе много играли, и в «Лантане» были вместе, и в «Меркурии-юниор» тоже мы были год вместе. Организовал клуб и позвал меня попробовать свои силы. Конечно, я не думал совсем, потому что, ну, было интересно для меня, как я говорил, да, что хотел попробовать свою деятельность тренерскую. Ну, вот уже почти 10 лет мы с ним вместе, чего-то, я думаю, добились уже, да, все видят, знают. Во-первых, первая группа вот, которая была, мы набрали мальчики, да, мы и мальчики, и девочки, у нас, кстати, скажу, нету, нету разграничений, пожалуйста, все могут приходить, заниматься, и девочки обращаться к нам, и мальчики, мы никому не отказываем, всех берем, потому что у нас добор, набор, круглый год, мы никому не отказываем, пробуйте свои силы, приходите. И вот пришли девочки первые, Марта Панова, Кристина Боротынская, это наши воспитанницы. Потом подтянулись Назаровы, да, три сестры там к нам, и вот сейчас они уже, Панова, Боротынская Кристина и Назарова Лера, они уже в сборной Эстонии, У-17. То есть я считаю, что все-таки это первые ласточки наши, это достижение. Да, еще Саша Петеряков, как бы тоже наш воспитанник, я забыл, кстати, сказать, но больше все-таки он пришел, он с Николаем занимался, я, ну, тоже участвовал в тренировочном процессе, ну, поменьше, но тоже хорошо играет, молодец, и он сейчас тоже в сборной Эстонии. То есть вот видите, как уже за 10 лет мы преодолели такой скачок небольшой, и наши уже воспитанники играют в сборной Эстонии и в ведущих клубах, все-таки Флора, это один из флагманов нашего футбола. И девочки там уже сейчас будут тоже заявлены, будут играть в этот клуб. Я думаю, что неплохое будущее у них, но, еще раз скажу, футбол, это работа, работа, еще раз работа. Вот, и, конечно, зависит и от родителей, в первую очередь, когда маленькие приходят дети, и очень много от них зависит, потому что надо их привести, сорганизовать. А дальше уже, конечно, работа тренера, который изучает их, помогает и в дальнейшем продвигает. Но, что могу сказать, за 10 лет, ну, мои, допустим, да, работы, конечно, я, какие-то ошибки, конечно, какие-то есть, это все понятно, что не ошибается тот, кто ничего не делает, тем более тренерской деятельности надо, во-вторых, конечно, тоже учимся мы много, и изучаем много материала, и просматриваем, конечно, потому что, ну, без этого нельзя особенно работать в таких видах спорта вообще, потому что не стоит на месте, жизнь не стоит на месте, да, а спорт тем более, а футбол тем более. Не зря же он самый популярный вид спорта, да, просто посмотрите, трибуны он собирает, ну, не говоря уже, вот даже футзал, да, у нас прошел, да, кубы, как, сколько, да, народу там вообще было, просто люди в восторге даже от такого футбола, футзала. Они говорят уже в большом, посмотрите, любой чемпионат, там просто полные трибуны вообще забиты, и люди приходят, просто получат удовольствие от самого игры, и эмоции им дарят именно футболисты своим игрой, желанием, да, какие-то страстью, да, вот, вот поэтому дети наши должны, наши дети нашего города и родители вести здоровье в жизни, потому что много сейчас, да, отвлекающих моментов, и надо все-таки заниматься спортом любым. Я не говорю сейчас про футбол, да, ну, конечно, футбол, я больше пропагандирую, я сам футболист, поэтому, ну, все виды спорта я понимаю, приветствую, потому что нельзя так быть эгоистом, да, только футбол и все, но постарайтесь все-таки дети приходить, родители приводить детей, и чтобы они занимались спортом, потому что здоровье – это будущее в жизни, без здорового образа жизни у нас ничего не получится просто, вот и все, я хочу сказать. Ну, достижения еще, турниры, ну, много мы играем, чемпионат в Эстонии мы играем, понимаете, турниры, есть победы, да, выигрываем где-то, проигрываем, но не в это главное, главное все-таки сейчас это участие детей, рост их личностный, есть какие-то действительно, у нас звездочки, игрочки, я так называю их, знаете, уже, которые, ну, я надеюсь, что в будущем они заиграют, и будем гордиться не только наш клуб, и я как тренер, и Николай, да, тренер-президент, но и все-таки наш город, да, что я всегда говорю, не забывайте, что вы представляете Дину и город села Амяя. Как я всегда гордился, что я из маленького города, но достиг вот таких каких-то все-таки небольших высот в этом виде спорта. Константин, скажите, пожалуйста, есть ли у вас девиз или слоган, с которым вы двигаетесь по жизни? Девиз, который вам помогает? Вы знаете, есть у меня свой девиз, не буду говорить, он всегда мне помогал, ну, простой, никогда не сдавайся, тяжело, встал с колен, поднялся, иди дальше, продолжай. Но лучший девиз, я вам скажу честно, хороший вопрос, это наши дети, которые сами себе придумали, когда вот мы только первую группу создали, я говорю, какой у нас девиз будет в нашем клубе? И они придумали в знаменитом фильме «Один за всех и все за одного». И вот мы с этим девизом идем по жизни. Я им всегда говорю, когда тяжело, когда мы проигрываем, когда что-то не получается перед игрой, там, и эти перерывы, я говорю, какой у нас девиз? «Один за всех, все за одного». Поздравление для Константина Карина от коллектива футбольного клуба «Дзина Силамяя». Ну, практически со дня основания Константин работает, и уже там более 10 лет, поэтому как бы, ну, мы поздравляем, естественно, его с днем рождения, то есть круглая дата, он всю жизнь в футболе, поэтому его воспитанница, или воспитанница клуба, можно сказать, ну, и воспитанники уже каких-то определенных успехов достигли, то есть, ну, работает здорово, то есть мы рады, что такой человек есть у нас в клубе. Любые тренировки, которые идут постоянно, они, как бы, детям иногда надоедают, потому что спорт – это, ну, как бы, часто повторы, да, то есть, ну, упражнения. Ну, как-то удается вот ему придумывать какие-то упражнения, что-то делать, то есть, ну, с удовольствием дети ходят на наши, ну, тренировки, и поэтому, как бы, хороший тренер, я считаю. Ну, это зависит от ситуации, да, то есть, как человек нормальный, иногда можно и жестко, иногда можно, как бы, и добро, поэтому зависит от ситуации. Ну, я его долго знаю, мы играли вместе и в Нарвии, и в Тарту, и в Таллине, и поэтому, как бы, ну, я был уверен в нем, и поэтому здесь он свой, как бы, местный, поэтому даже, как бы, не возникало каких-то сомнений откуда-то привозить. Поздравляем Константина Кайрина с юбилеем! Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.